Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Виктор Васильевич Мартыш, врач-невролог клиники «Адоная», кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Виктор Васильевич, рада вас видеть в нашей студии. Здравствуйте! Сегодня поднимаем интересную тему. И хотелось бы поговорить о том, что такое мануальная терапия и прикладная кинезиология. Давайте обо всем по порядку начнем с мануальной терапии. Мануальная терапия – это раздел медицинской науки, который изучает функциональные нарушения мышечно-скелетной системы, конкретно позвоночника, суставов конечностей, мышц, фасций, надкосницы, внутренних органов, элементов периферической нервной системы, обратимые под влиянием методов мануальной терапии. Обращаю внимание, что речь идет о функциональных нарушениях мышечно-скелетной системы. Согласно базильской анатомической номенклатуре, мышцы составляют 40% массы человеческого тела. Это наиболее крупный орган человеческого организма, которым в клиническом плане занимаются только мануальные терапевты. Из истории мануальной терапии в России хочется отметить, что в 1997 году Минздрав Российской Федерации впервые в мире ввел в список медицинских и провизорских специальностей специальность «Мануальная терапия». Появилась специальность «Врач-мануальный терапевт». Был издан соответствующий приказ. Именно это и явилось началом активного развития мануальной терапии в СССР и Российской Федерации. А вот на сегодняшний день какие методы мануальной терапии существуют? Ну, говоря о методах мануальной терапии, существует специальный документ, методические рекомендации, где определены методы мануальной терапии. Это прежде всего вертебральная мануальная терапия, которая включает мобилизацию и манипуляции функциональных блоков. Виктор Васильевич, но если говорить всё-таки для наших телезрителей, чтобы было понятно, да, конечно же, вы доктор медицинских наук говорите на медицинском языке, но если по-простому, вот мануальная терапия, как она воздействует на мышечную массу тела организма человека? Мануальная терапия воздействует на человеческий организм положительно. Прежде всего, это устранение, если это говорить о позвоночнике, тех нарушений, которые там появляются в процессе нашей жизни. Устраняя эти нарушения, мы улучшаем микроциркуляцию, улучшаем подвижность в позвоночно-двигательных сегментах и улучшаем качество жизни людей. В принципе, человек может ведь не обращать внимания и даже не знать, что у него есть те или иные нарушения и какие-то отклонения, если мы говорим о позвоночнике. То есть, вот какие сигналы, какие звоночки должны стать вот для него такими реперными точками, чтобы он всё-таки задумался и пошёл на консультацию, хотя бы изначально, да, к мануальному терапевту. Вот что должно быть не так? В общем, самочувствие может быть. Главный звонок, как вы сказали, в человеческом организме, когда, что заставляет его обратиться к врачу, это болевой синдром. Боль. Боль может быть, соответственно, в спине, наверное, в пояснице, в шейном отделе. Боли могут появиться где угодно. Они могут появиться в стопе, могут появиться в ноге, могут появиться в пояснице, в грудном отделе. То есть, это не обязательно боль позвоночника. То есть, может быть, причина быть как раз-таки в позвоночнике, а боль может отражаться где угодно. Есть такое понятие «отражённая боль». Очень часто отражённая боль. То есть, причина в одном месте, а болит в другом месте. И тогда вот лучше всего не затягивать, а идти профессионалом. Ну, когда такие состояния как бы появляются у человека, я бы рекомендовал прежде всего обратиться к врачу, к специалисту, который бы назначил необходимое обследование для того, чтобы провести дифференциальную диагностику этой боли. Чтобы пациент не лечил себя сам. Огромная просьба ко всем пациентам. Не лечите себя сами. Вы в своей клинике, в клинике Аданая, проводите такую функциональную диагностику? То есть, попадая к вам пациент, вот какие этапы он проходит, прежде чем перейти уже непосредственно к терапии, к лечению? Если пациент к нам обращается первично, то мы ему назначаем необходимый перечень обследования. Если у пациента предъявляют жалобы на боли в поясничном отделе позвоночника, тогда я назначаю ему необходимые обследования. Прежде всего, рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника. И рекомендую делать это в функциональном положении, стоя, без обуви. Плюс обязательно сгибание и разгибание, чтобы мы увидели конкретно те изменения в позвоночнике, которые бы могли привести к болевому синдрому. Насколько вот в данном случае эффективна именно мануальная терапия? Мануальная терапия эффективна всегда, если правильно поставлен диагноз. Вот такой простой ответ. Главное – диагностика, диагноз. Ну, соответственно, уже вы, как врач-мануальный терапевт, уже применяете тот или иной метод лечения с помощью мануальной терапии, если перед вами уже есть человек-пациент, и у него поставлен диагноз. Безусловно. И вот мы опять возвращаемся к методам мануальной терапии, что вот есть вортебральная мануальная терапия, есть миофасциальная терапия. То есть опять речь идёт о функциональных нарушениях мышечно-фасциальных структур. Есть крайне сакральная методика. И вот очень интересный метод мануальной терапии – это прикладная кинезиология. Что это такое? Прикладная кинезиология, она появилась у нас в стране в 1991 году. История её развития непростая. А создателем этого метода считается американский врач Джордж Гудхард в 1964 году. Это метод альтернативной медицины, определяющий и исправляющий состояние различных внутренних органов и систем через изменение тонуса, связанных с ними скелетных мышц. Метод получил своё развитие в России с 1991 года. Из истории – это город Новокузнецк, Сибирь, где были проведены первые семинары по прикладной кинезиологии американским врачом Джосефом Шейфером по инициативе профессора Когана. Ну а в дальнейшем при помощи наших специалистов академик Скоромец, профессор Васильева, Пилявский, Чернышёва Татьяна Николаевна и другие они сделали много для развития прикладной кинезиологии в России в плане её распространения. Ну, прошло более 20 лет. Вот сегодня что из себя представляет эта наука? Это направление сегодня, это непростое направление. Преподают это направление, прежде всего, это город Москва. Есть Академия прикладной кинезиологии, которой руководит профессор Васильева Людмила Фёдоровна. В Санкт-Петербурге это Институт прикладной кинезиологии, которым руководит Сергей Пилявский. В общем, широкое распространение получила наука за 20 лет. Она получила широкое распространение. Но, наверное, благодаря своей эффективности и интересу со стороны врачей к этому направлению. Ну, да. Но это направление, как бы, оно непростое направление. Есть свои преимущества. Есть, наверное, и недостатки этого метода. Я вот на сегодняшний день из недостатков только могу посчитать, что это трудоёмкий процесс. Это прежде всего... Трудоёмкий для врача или для пациента? Для врача и для пациента. Потому что есть пациенты, которые, например, говорят, я не хочу. Я хочу вот лежать, а вы мне всё делайте. Сами. Я не хочу. А здесь это получается... Ну, вот если мы говорим про мануальную терапию, вернёмся, да? То есть всё-таки пациент лежит, врач корректирует, проводит определённые манипуляции и добивается эффекта, который изначально поставлен. Если говорить про кинезиологию, то здесь уже должен быть дуэт. То врач и пациент. Обязательно. Обязательно. Потому что прежде всего хочется сказать о философии прикладной кинезиологии. Это три стороны треугольника здоровья. Есть такой треугольник здоровья. Грани его – это единство тела, то есть структура. Другая грань – биохимия. То есть это биохимические процессы, протекающие в теле. И, безусловно, это психика человека, эмоции. Вот такой треугольник здоровья. Он является как бы индикатором в работе врача-прикладного кинезиолога. Основным диагностическим приёмом в прикладной кинезиологии является мануальное мышечное тестирование. С целью оценить тонус и силу мышц, имеющих связи с определёнными внутренними органами. Но тестирование в данном случае полностью проводит врач. Позвонками, костями черепа, таза и другими структурами. Мышечное тестирование позволяет получить удивительно точную и достоверную информацию о том, что происходит в теле. По возможностям в диагностике и лечении с прикладной кинезиологией не может сравниться ни один из известных нам методов. По возможностям в диагностике и лечении на сегодняшний день. Я имею в виду касательно то, что врач-пациент без дополнительных приборов, аппаратов. Когда врач и пациент, то с помощью прикладной кинезиологии можно очень много узнать о здоровье человека. Два человека работают. Врач и пациент. И мануальный мышечный тест. Вот это и тяжело. Когда мы говорили с вами, что вот почему тяжело. Потому что это занимает по времени полтора-два часа. Это только одно тестирование. Да, это диагностика. Прежде чем что-то понять в организме человека, от чего у него болит. Например, пять лет болит, семь лет болит. Мы не говорим об острых болевых синдромах. Хотя и здесь тоже прикладная кинезиология отвечает на вопросы, где болит, от чего болит и так далее. Если все-таки говорить уже непосредственно, перейти к лечению. Диагностика проведена, диагноз установлен. И уже есть какая-то система, схема лечения. Да. Вот какое оно по длительности время занимает все-таки? Насколько оно действительно эффективно и те или иные патологии исправляет? Ну, здесь вот хочется сразу, чтобы было все понятно, что в работе прикладного кинезиолога выделяют три этапа. Этап первый – это вот диагностика, о чем мы сказали. Этап второй – это кинезиологическая коррекция. И этап третий – это кинезиологическая реабилитация. Вот говоря о коррекции, то есть о лечении, то в своей работе прикладные кинезиологи используют все виды ручного воздействия. Это и мануальная терапия, все методики. Это висцеральная терапия, крайне сакральная терапия, методы эмоционального восстановления, биохимическая коррекция. Вот этим пользуемся в своей работе. Виктор Васильевич, может быть, несколько примеров случаев из вашей практики, из работы в клинике Адоная. Насколько активно вообще пациенты ваши используют этот метод лечения? Уместно сказать, что главным достоинством прикладной кинезиологии является возможность своевременного определения причины заболевания на ранней стадии. Информация о заболевании поступает напрямую от самого организма, еще на доклинических стадиях болезни. Пример. При проведении диагностики у одной из пациенток, я ей сказал, что вот у вас проблема с левым легким. Хотя передо мной сидел здоровый человек, и она сказала, что у меня нет проблем со стороны легких. Мы провели диагностику, провели лечение, назначил лечение. Через неделю она мне позвонила и сказала, Виктор Васильевич, я сделала рентген легких, у меня появился кашель. Мне диагностировали пневмонию слева. Там, где я ей сказал, где еще не было никакой пневмонии. С ее, то есть она не предъявляла жалоб сама. Но вот с помощью этого метода я ей сказал, что у нее непорядок, неблагополучно в левом легком. То есть если бы она прислушалась, наверное, была бы другая немножко картина? Ну, в данной ситуации пациент пришел ведь не с этой проблемой. Она пришла с болями в пояснице. У нее болела поясница. Но в результате диагностики, то есть я проверяю весь организм человека, диагностику провожу, начиная сверху от головы и до низу, до стопы. И поэтому вот тело, то есть, ну как бы правильно сказать, врач задает вопрос телу. И тело отвечает, но не тело, а головной мозг человека. Он отвечает на правильно поставленный вопрос всегда. Ты ему задаешь вопрос телу, оно отвечает через мышечный тест. Да? Нет? То есть, в принципе, благодаря прикладной кинезиологии можно составить полную картину состояния того или иного организма? Да, совершенно правильно. И выявить на ранних стадиях те или иные отклонения, что немаловажно. Это очень важно, да, чтобы выявить на ранних стадиях. Так, Виктор Васильевич, может быть тогда стоит все-таки, ну как-то с какой-то периодичностью, всем проходить такую диагностику? Ну, дело в том, что прикладных кинезиологов, их как бы и много в стране, и немного. Поэтому прикладные кинезиологи работают не во всех больницах. Обычно это центры, центры или государственно-коммерческие центры, или частные центры. Поэтому не каждый человек, конечно, может пойти туда и провести эту диагностику. Но все-таки, если возникает в этом необходимость, или человек обеспокоит боли, причем вы уже сказали о том, что эти боли могут длиться, быть не кратковременными, не острыми, а могут длиться несколько лет, то, наверное, все-таки нужно найти и силы, и время, и желание, и обратиться за помощью к такому специалисту. Безусловно, безусловно. Вот в клинике Адоная у нас такие возможности есть. Провести и диагностику, и коррекцию, и реабилитацию кинезиологическую. Спасибо, Виктор Васильевич, за интересный разговор. Я думаю, что мы сегодня ответили на многие вопросы наших телезрителей. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин